Папа рассказывал, что прижимался своей головой к голове мамы, когда я рождался. Увидев мое плечо, он очень побледнел. Он надеялся, мама не заметила, что у меня нет правой руки. Отец не выдержал и вышел из родильной комнаты. Когда к нему подошел доктор, папа сказал, у моего сына нет правой руки. А врач ответил, нет, у вашего сына вообще нет руки-ног. Отец не мог в это поверить и чуть не упал в обморок. Вся церковь была в трауре. Все думали, как Бог допустил, чтобы у пастора родился такой сын. Мама поначалу боялась брать меня на руки и не хотела прикладывать меня к груди. Первые четыре месяца она никак не могла ко мне привыкнуть. Прошло немало времени, прежде чем родители поверили, что Бог не совершил ошибку, и что Он не забыл о них или обо мне. Родители Ника отдали Богу свой страх и разочарование в связи с инвалидностью сына. Они решили довериться Господу и поверили, что у Него есть особый план и предназначение, надежда и будущее для их сына. Однако с годами сам Ник сталкивался со многими трудностями. Он думал, что Бог его обделил. Я вел себя вызывающе по отношению к Богу и говорил, «Я знаю, что я грешник. Я понимаю, что в моей душе не будет мира, пока ты не войдешь в мое сердце. Но я не приглашу тебя в него, пока ты не ответишь мне, почему? Почему ты забрал мои руки и ноги? Почему не дал мне того, что даешь другим?» Я сказал, «Бог, пока ты не ответишь мне на этот вопрос, я не буду служить Тебе». Затем я решил покончить с собой. Я подумал, если Бог не прервет мои страдания, то я сам это сделаю. Восемь лет я попытался утопиться в ванной. Родителям я сказал, что хочу посидеть в ванной, чтобы расслабиться, и попросил их оставить меня в воде. Я нырнул под воду пару раз, но понял, что не смогу этого сделать. Меня остановила мысль о том, что родители любят меня, и я их тоже очень люблю. Я представил себе, что произойдет, если я действительно покончу с собой. Я вообразил, как будут проходить мои похороны, представил себе лица родителей и увидел, что они подавлены чувством вины из-за того, что они сделали для меня чего-то большего. После этого Ник уже не пытался покончить с собой. Однако еще не раз сталкивался с трудностями, которые казались невыносимыми. Однажды мама посоветовала ему прочитать статью о человеке с серьезными физическими недостатками. Та статья потрясла Ника. Я понял, что у меня есть выбор. Либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, либо благодарить Его за то, что есть. Затем мама сказала, «Ник, Бог будет использовать тебя. Я не знаю, как и когда, но Он обязательно будет тебя использовать». Ее слова как семена проросли в моем сердце. Затем я понял, что бесполезно быть полноценным человеком физически, если являешься или чувствуешь себя неполноценным человеком духовно. Я обнаружил, что Бог может исцелить тебя, даже не меняя твоих обстоятельств. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу в 15 лет, прочитав 9 главу Евангелия от Иоанна. Там рассказывается, как Иисус увидел человека слепого от рождения. Люди спросили у него, «Почему этот человек родился таким?» Иисус ответил, «Это произошло для того, чтобы на нем явились дела Божьи». А во втором послании к Тимофею сказано, «Все Писание Богодухновенно». Я верю, что Бог вдохнул в меня жизнь и веру. Когда я это прочитал, меня вдруг наполнила вера и покой. Я почувствовал, что Бог ответил на мой вопрос. Что же это был за вопрос? И что Бог ответил? Вопрос был, «Почему? Почему ты сотворил меня таким?» А ответ был такой, «Ты мне доверяешь?» Да, Бог ответил вопросом на вопрос. Но если отвечаешь на него «Да», все остальное уже не важно. Ну, что именно заставило вас сказать, «Господи, я доверяю Твоему Слову, зная, что оно истинно. Я буду доверять Тебе, даже не зная, что Ты приготовил для меня завтра». То, что я больше ничего не могу узнать. Больше ничего не может меня утешить. Я понимал, что одни только руки и ноги все равно не принесли бы мне утешения. Мне нужно было узнать истину о том, кто я, «Почему я здесь, и где я окажусь, когда меня здесь уже не будет?» Я смог найти эту истину в Иисусе Христе, и больше ни в ком. Именно в Иисусе Христе Ник нашел силы делать то, что многим казалось невозможным. Очень трудно быть сильным, когда все вокруг говорят, «Ты неполноценный, уходи от нас, не хотим быть с тобой». Ник, ты никто. Ник, ты не можешь делать того и этого. Ник, 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 Ник. В жизни всегда так. Если не знаешь истины, то не можешь быть свободным. Ведь тогда ты поверишь, что ложь – это и есть истина. Но когда мы начинаем читать Слово Божье, тогда узнаем, кто мы есть на самом деле. Я не безрукий и безногий инвалид. Я дитя Божье. Все мои грехи прощены. Я посол царя царей и Господа господствующих. Я никто иной, как раб всемогущего Бога. Все дело не в Нике, не в способностях Ника и не в его силах. Я – ничто. Я действительно ничто. Но во мне живет Бог. А я теперь живу Его силой. Все победы Иисуса – мои победы. Я верю, что если Бог не сотворил для вас чудо, тогда вы должны стать чудом Божьим для спасения кого-то другого. Я благодарю Бога за то, что Он не дал мне рук и ног, когда я просил Его об этом возрасте восьми лет. Почему? Потому что теперь, из-за того, что у меня нет ни рук, ни ног, Он использует меня по всему миру. Благодаря этому примерно 200 тысяч человек пришли к Иисусу Христу за последние семь лет. Я думаю про себя. Что бы ты выбрал, Ник? Хотел бы ты взамен этого получить руки и ноги? Нет. Я желаю исполнить волю Божью. Пусть лучше я временно, здесь, на земле, побуду без рук и ног, но при этом буду приводить людей к Иисусу Христу, а затем всю вечность пребуду с Ним на небесах. За последние 10 лет Ник побывал в 24 странах, где рассказал о себе более чем 3 миллионам людей. Обращается ли он к тысячам собравшимся на стадионе или к одному человеку, он стремится сказать о самом главном. Бог любит вас. Он не забыл о вашей боли. Он не забыл о вашей семье. Возможно, смотря этот сюжет, вы сравниваете свои страдания с моими, но надежда рождается даже не тогда, когда вы думаете, что кому-то приходится хуже, чем вам. Надежда рождается в имени Божьем, в имени Господа Иисуса Христа. Надежда приходит тогда, когда вы сравниваете свои страдания с безграничной, безмерной любовью и благодатью Божьей. В книге Исаии 40.31 сказано, «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». Мне не нужно, чтобы менялись мои обстоятельства. Мне не нужны руки и ноги. Мне нужны крылья Духа Святого. И я летаю, потому что знаю, что Иисус меня поддерживает. Не отворачивайтесь от Бога, потому что Бог никогда не отвернется от вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok